Ссылка на книгу под видео. Различия репрессий до войны и после войны. Тезис. До войны репрессии не имели национального подтекста. После войны репрессии имели в том числе национальный подтекст. Обоснование. Первый аргумент. До войны репрессии против элита носили характер расправы с идеологическими врагами. Например, были расстреляны бывший лидер новой оппозиции и объединенная оппозиция Зиновьев и Каменев. Был расстрелян бывший лидер правой оппозиции Бухарин. После войны и репрессии против элита носили также национальный характер. Например, по Ленинградскому делу были расстреляны глава Ленинградской партийной организации Кузнецов, представитель Госплана Вознесенский. Одной из причин казни были разговоры о необходимости создания отдельно российской коммунистической партии по аналогии с республиканскими компартиями в составе ВКПБ. Сталин усмотрел в этом русский шовинизм, национализм. Также был убит глава еврейского антифашистского комитета Михоэлс. Сталин заподозрил его в еврейском национализме и симпатиях к Израилю. До войны репрессии против народа носили характер расправы с идеологическими врагами. Например, Сталин считал, что по мере продвижения к социализму классовая борьба обостряется, поэтому в ходе коллективизации были разорены, раскулачены крепкие зажиточные крестьянские хозяйства. А самих зажиточных крестьян кулаков выселили в отдаленные местности или посадили в гулаг. Также расстреливали и сажали священников, бывших дворян, бывших капиталистов. После войны репрессии были направлены в том числе против национальных врагов. Например, проявил себя государственный антисемитизм. В частности, против евреев были организованы кампания по борьбе с низкопоклонством перед Западом, кампания по борьбе с безродными космополитами. Ссылка на книгу под видео в описании.